С нами сегодня Владимир Леонидович Сывороткин, кафедра петрографии. Петрография, петрология сейчас она называется. Ну, хоть бы и петрология, вы хоть скажите полтора слова только, что это такое, потому что мало кто знает. Московского государственного университета, то есть того заведения, где я позволяю себе в ИСА вот последние 20 лет читать лекции, можно сказать почти по блату. МГУ имеет свою мафию и, надо сказать, свою историю. Ну, МГУ и мафия у меня все равно. Хорошо ведь сказано. Ну, хорошо, да. Ученые вообще обладают такой нехорошей способностью относиться друг к другу с уважением. Казалось бы, можно было уже давно снести и огромный квартал построить жилых домов в рамках реновации. Зачем это старое здание? Все равно учат. А я вот сегодня как раз шел из метро в главное здание, где у нас факультет геологический находится, где я работаю. То есть кафедра петрологии, бывшая петрография, она принадлежит геологическому факультету. Петрология, Петрос, камень, Петр, Петрос, логия, наука, наука о камне. В данном случае такой оттенок, вот петрография и петрология, это, ну, камни у нас или горная порода, они бывают осадочные, которые образуются из морских осадков. Это тоже литология. Литус тоже камень. Логиз. Но это другая наука, наука об осадочных камнях. А вот петрография и петрология, это наука о тех горных породах, ну, о тех камнях, грубо говоря, которые образуются в результате магматических процессов. Правильно ли я понимаю, что дегазация магмы, с которой, насколько я помню, эта теория как раз ровно ваша, с этим в том числе и была связана? Да, но только не магмы. Мантии Земли, прошу прощения. Даже не мантия, я вот оперирую такими понятиями, как дегазация земного ядра. Это глобальный, вот я считаю, это глобальный, фундаментальный, самый главный процесс, идущий на нашей планете Земля. До тех пор, пока из ядра Земли, из её внешнего жидкого ядра выделяется вот рот, главный земной газ, планета живая. То есть, на ней бывают землетрясения, извержения вулканов, там, всякие интересные такие процессы. А когда запас вот этого флюида, главного водорода в ядре кончается, планета становится мёртвой, а-ля Луна. Вот у неё ядрышко поменьше было, чем у Земли, она потеряла свои запасы, ну, вот как бы, как кусок камня. Там есть ещё какие-то всплески, иногда вроде там даже вулканизм недавно какой-то наблюдали, но это уже мёртвая планета. Достаточно на последнем издохновении. А мы живая планета, потому что вот у нас есть такие большие запасы в жидком ядре такого газа, как водорода. Вообще, наша планета дышит водородом. Мы сегодня понимаем, что такое ядро планеты, или всё-таки не очень? Ой! Да, я понимаю, что это провокационный вопрос. Нет, мы понимаем, но все по-разному. Причём каждый понимает так ярко по-своему, что вот такого братства среди учёных, о котором вы сказали, о нём только приходится мечтать. Я уже почти четверть века, у нас на геологическом факультете МГУ такой семинар существует. Семинар под названием «Система планеты Земля». Ну, вот я считаюсь его руководителем. Ну, я бы сказал, уникальный. Ну, семинар – это конференция, которая собирается раз в год, примерно на три дня, и приезжают к нам народ со всей страны. Из Петропавловска приезжают. И вот мы обсуждаем как раз те проблемы междисциплинарные, связи самых разных наук. И вот я, ну, два, как бы, тезиса было заложено вот в основании нашего семинара. Это то, что это трибуна для инакомыслия. Ну, вот есть такие какие-то, значит, главные в стране аудитории, где, ну, как бы неприлично какие-то маргинальные мысли. А у нас это можно. Ну, всё должно быть строго в рамках наук, науки. Есть требования научные. И второе то, что мне хотелось сделать из нашего семинара, это такая аудитория, где любого, любого оратора, любого выступающего принимают с удовольствием, с радостью. Даже если он излагает какую-то альтернативную, не твою точку зрения. Так вот, это самое сложное. Оказывается, почему-то, ну, почему-то вот, ну, ты иногда смотришь какие-то фильмы о том, что случилось какое-то преступление, собралась какая-то бригада следователей. Вот они выдвигают одну, две, три версии, и все вместе над ними работают. А в науке так не происходит. Пока что не победила ещё точка зрения, что Земля всё-таки плоская. А то как-то количество приверженцев этой теории растёт на планете, и в России тоже. Ну, я бы сказал, с чем это связано. Ну да. Наука потихоньку загибается, количество плоскоземель неизбежно должно возрастать. А когда-то был мейнстрим, и даже ещё не так давно. Ну, вот как-то всё смеялись на тему, Земля вращается вокруг Солнца, или Солнце вокруг там, да, вот что вокруг. Но ведь наше обыденное зрение, наш опыт обыденный, он говорит, что Солнце вращается вокруг Земли. И главное, что, наверное, для 90 с лишним, или 99 процентов потребностей насущных, которые... Совершенно всё равно. Это гипотеза, теория, или эмпирическое наблюдение, точнее сказать, вполне нас удовлетворяет. С Шерлоком Холмсом было совершенно всё равно, как оно там вращается. Абсолютно, да. Мы стоим, я вот вижу, что утром солнышко там, а к вечеру оно там, и это прекрасно. Ну, так же, как концепция Ньютона, вернее, Эйнштейна дополнила, нашли какие-то смычки и стычки. Частные случаи. То есть, в науке. Так вот, к ядру-то, вернёмся, к нашему ядру, к земному, конечно, масса-масса точек зрения. Вот даже среди тех исследователей, к узкому кругу, довольно которых и я принадлежу, которые считают, что наша Земля дышит водородом, вот моделей вот этого земного ядра очень много. Причём, каждая модель нашего земного ядра, она требует организации или продумывания целой космогонической концепции. Здесь надо начинать, как образовалось Солнце, как образовались планеты, вот чтобы понять, почему. И здесь есть разные совершенно. То, что ядро Земли содержит солнечную плазму, это остаток такой, как бы, остаток звёздный. Есть вот в теории Ларинах, известная сейчас широко, геологов, отец и сын, я с ними хорошо так дружу, мы вместе и здоровы. У них гидридная земля, ядро Земли гидридное. Есть, ну, железо-никельное ядро, и вот академика моего учителя, академика Маракшова, концепция образования Земли, Солнечной системы, много. Но мы, когда меня спрашивают, а ты какую концепцию поддерживаешь, эти друзья, этот учитель, я отвечаю тихо, скромно о том, что моих знаний не хватает, чтобы оценить космогоническую, сравнить, ну, серьёзно оценить космогонические концепции, рассудить, кто из них. Ну, ребята, вы все умнее меня. Мне, как исследователю процесса дегазации, достаточно тех эмпирических фактов, которые я получаю с аппаратурой в руке. Я занимаюсь изучением пространственного выделения водорода, то есть, вот, делаю такие съёмки водородные через разломные структуры, там, какие-то кольцевые структуры, работал на Хибинах, работал в Татарии на нефтяных месторождениях, разрывные нарушения. И, кроме этого, у меня на Хибинах уже 15 лет стоит датчик, который измеряет, ну, делают водородные ряды. Каждые 5 минут измеряют концентрацию подпочвенного водорода. Для чего и почему? Вот теперь мы снова вернёмся в водород. Да, ещё вот скажу про водородную, чтобы понятно было нашим слушателям. Ну, эмпирические такие факты, которые говорят нам, что есть это водородное дыхание. У нас атмосфера на высоте 700 километров состоит из водорода и гелия на 700 километров. На тысячу уже чисто водородное. Почему? Это два газа лёгких. Гравитационного массы Земли не хватает для того, чтобы удерживать два этих самых лёгких газа. И планета их теряет. Теряет, теряет, теряет. И за нами в космосе остаётся такой водородный шлейф. И на высоте 20 тысяч километров концентрация водорода, ну, в виде протонов уже там, на порядок выше, чем в другом космическом пространстве. То есть, вот мы эмпирически видим, что за нами. Ну, и плюс вторая эмпирика – это то, что появились приборы, относительно недавно наши умельцы в МИФИ, создали такие чувствительные переносные приборы, которые позволяют анализировать, определять количество водорода прямо в поле. Несколько минут, и я знаю, что вот в этом месте выделяется столько водородов. Ну, вот. Почему я занялся водородом? Я геолог. Перед этим тихо и мирно, так сказать, 15 сезонов лет занимался изучением вулканов на Курилах, на Камчатке наших. А потом вот пришла в голову в 90-м году, впервые я сделал доклад и опубликовал о том, что тогда шум такой пошел, какой-то информационный. Озоновые слои разрушаются, все там, гипс снимают, клиент уезжает, мы все погибнем. И обвинили в этом фреоны. Срочно надо менять холодильники. Срочно надо менять холодильники, да. Вы зря смеетесь. Русский на американский. Собственно, это была основная идея. Фирма Дюпон. Фирма Дюпон, да. А мне тогда вот клюнуло в голову, извините, по-другому я не могу сказать, это совершенно вот так пришла в голову идея о том, что водород – озонорушающий газ. То есть я знал, что из земли, как вулканолог, как вот студент, вернее, как сотрудник кафедры петрологии, который слушал лекции академика Морокшева, я знал, что из земли медляется водородом. И тогда пришла простая такая мысль в голову о том, что водород – озонорушающий газ. Это действительно так. Он не просто там прямая реакция водорода с озоном, это медленная реакция. А есть такой водородный цикл, где работает гидроксильная молекула OH. Можно метан, метан окислить, можно водород окислить, можно воду диссоциировать, появляется гидроксиль. Запускается очень мощный водородный цикл. Там порядка 40 реакций обрывается с появлением воды. Вот почему над озоновыми дырами часто наблюдают, так называемые, полярные, стратосферные облака. Такие красивейшие образования, перламутровые облака, их назвали ПСО – полярные, стратосферные облака. Но на самом деле эти полярные, стратосферные облака, я их видел в Крыму. Я их видел здесь, над Москвой, где-то 19 апреля 2012 года на филях. С моста прямо наблюдал красиво, так они светились. Почему? Ну, потому что они образуются там, где выделяется землеводород и разрушается озоновый слой над нами из-за этого. К холодильникам Иврион уже не имеет ни малейшего отношения. Она никакого отношения не имеет, но, тем не менее, вот этот Монреальский протокол, который нам сказал, ребята, надо поменять все холодильники, и пришлось таки поменять. Мы вступили, подписали вот этот Монреальский протокол где-то летом, в декабре 2000 года. Я был непосредственным участником всех этих событий на уровне министерства. И очень убедно было, потому что сначала вот эта моя концепция, которую я удалось где-то в 1993 году опубликовал в журнале «Природа». Ее почитали очень умные люди какие-то, которые, ну, например, академик Моисеев Никита Николаевич, такой известный шоколог. Вот. Другие какие-то люди почитали, она многим понравилась. Поэтому я еще не был ни кандидатом, ни доктором, был МНС на кафедре петрологии. Моя концепция стала уже известна. Меня там пригласили в Совет Федерации на обсуждение этой проблемы. А как пригласили? Интересный такой момент. Как-то сижу дома у себя, вдруг мне звонят, говорят, что у тебя завтра доклад в Совете Федерации. Я чуть... Ну, так всегда и бывает. Так, примерно, так всегда и бывает. Я очень удивился. Ну, приехал пораньше на кафедру, позвонил по данному телевизору. Да-да, мы, говорит, вас ждем. Потом я только выяснил, что, оказывается, комитет по социальной политике в Совете Федерации, он отвечал вот за эту озоновую проблему. А в 96-м году, на эпизод, о котором мы говорим, он произошел в октябре 95-го года. А в 96-м году нам уже должны были быть приложены санкции Монреальского протокола, если мы туда не вступим. Потому что в 87-м году мы подписали эту радость, эту гадость. Причем руководитель российской, советской тогда делегации, профессор Захаров, отказался подписывать ученый. Подписывал через Горбачева уже, по-моему, посол в Канаде. То есть, наука здесь, наша наука, дала первый как бы отпор этому бреду, так сказать. Вот, ну, было бы... Вот, они позвонили, этот комитет по социальной политике Совета Федерации, Министерство науки. Попросили, ну, кого-нибудь пригласить на это слушание. Ему сказали, что у них по просьбе министерства занимается академик Моисеев. Они звонят Моисееву. А Моисеев им говорит, ну, сам-то я, конечно, я занимаюсь этим сбором материала, но сам-то я не занимаюсь этой проблемой. А потом он нам сказал, да вот, кстати, недавно прочитал статью какого-то Сыркина из университета. Вот вы его и пригласите. Мне кажется, там очень дельная статья. И вот там мы встретились в такой дуэли, что ли, научной, с академиком Калицыным Георгий Сергеевичем, который тогда был директором Института физики и атмосферы, член Президиума Академии Наук. И когда там где-то мы с ним переговорили, первое, что он мне сказал, ну, как вы можете что-то свое какое-то там изобретать, когда мой друг Пауль Крутсон, директор Института физики и атмосферы в Майнце, неделю назад получил Нобелевскую премию совсем за другое. Но самое интересное то, что мы в этом комитете победили ту точку зрения, которую представлял, ну, американскую, лицинскую, и они меня поддержали. Я просто говорю о том, что вот те вещи, которые... А потом второй как бы этап поддержки, я вспомнил, уже был двухтысячный год, когда снова страна была заинтересована, вернее, она была обязана решить эту проблему, потому что в 95-м Черномырдин выговорил такую еще задержку на 4 года, сказав, что мы уже не майгучий Советский Союз, а как бы страна третьего мира, ребята, дайте нам чуть-чуть очухаться с этим проблемой, мы разберемся, как и что, пока мы не можем. Настал двухтысячный, снова Монреальский комитет посылает сюда нам письма, ну, вы чего там, будете принимать Монреальский этот самый протокол подписывать? И вот тогда уже на уровне Министерства, это Министерство природных ресурсов, министр Яцкевич Борис Саныч был тогда, а он же стал и министром экологии тогда, объединили эти министерства, и вот эта озоновая проблема, она попала ему в руки. А дело в том, что я-то с 91-го года еще, они меня как раз, вот как это ни странно, я работаю в университете на договорных началах, озоновую проблему, геологический ее вариант, разрабатывал, как бы на средства и внутри Министерства природных ресурсов. Получилось, что у них есть некий свой собственный специалист, поэтому они... И мы написали такой ответ летом 2000 года, я на неделе две в министерство ездил как на работу, мы писали вот этот ответ, сторона Монреальского протокола, то есть это ответ был от имени министра, вернее, от имени премьер-министра Касьянов, кто так был, сторона Монреальского протокола. Я вот как бы отношусь, так сказать, к тому периоду с интересом, потому что, ну, председатель межведомственной комиссии по охране озоновых условий страны, то есть главное должностное лицо, в основу положил мою концепцию, Яцкевич, министр. Но Касьянов ее, так сказать, не принял. Почему они не приняли, это было очевидно, потому что американцы вместе с вот этим требованием быстрее принимать, они приложили 26 бесплатных миллионов долларов, якобы на закрытие вот этих последних семи оставшихся наших заводов. Ну, вот я, как исследователь, ну, вот довольно, просто выше уже признания, мне кажется, быть не может. Совет Федерации заслужил, подтвердил мою правоту в 95-м году, высшее должностное лицо по озону подтвердило. Деньги перевесили. Деньги перевесили, да. Ну, так вот, моей уже, как бы, теории, это уже 20, ну, в 90-м году, вот сколько, 27 уже, сколько лет. Так вот, я хочу сказать, на данный момент, вот та фреоновая теория, она себя изжила. То есть, те обязательства, ну, у нас критерий истинный практик. В гносеологии это так. То есть, ну, есть такая наука гносеологии, наука науки. Там есть некие критерии истинности научных гипотез, концепции. Ну, это простота, там, красота, такие вот факторы. Потом прогностические возможности. Вот, ну, и, ну, вот, прогностические возможности. Ну, и все, пожалуй, так сказать. Вот, что они нам обещали в 87-м году, когда все страны подписывали в Анриадский протокол? Что если мы выведем из оборота, запретим к использованию, к производству главной фреоны 11-й, 12-й, 11-й фреон, это пропеллент, это вот баллончики с газами, так сказать, всякие, ну, тараканов морить, там, ну, в общем, все-все-все, что брызгается. Ну, да, страшный враг озона на планете. Самый страшный враг озона на планете, это F-11-й фреон запретить. Вот. И второе, самое главное, тоже большое вспоминание, это как холодон, это 12-й фреон. Значит, 12-й фреон наш поменяли, ну, не только наш, но и у нас в России было самое большое производство, почему они с нами возились до 2000-го года. Поменяли на американский 134А. Тоже логично. Логично, да, причем наши фреонщики, разработчики говорили так, что, ну, мы даже в голову, нам не могло прийти, что можно такую гадость заправлять. Короче говоря, вот в результате решения Монреатского протокола тогда что произошло? Абсолютно технологичной. То есть, вот лучше тех фреонов, которые использовались в те годы, на планете не придумано более технологичных, более эффективных, более энергосберегающих. Потому что все остальное намного хуже. То есть, вот такие прекрасные и, главное, безопасные для человека. Ведь мы заправляем фреоны какой-то дрянью, которые не прошли никакой вот 134-й этим американским. Никто не знает, вредны они. Ну, то есть, до сих пор это непонятно? До сих пор это непонятно. Ну, это логично. А зачем, собственно, заправлять советским, если можно заправить американским? А что он неизвестно, какое воздействие окажет? Да и черт с вами. Ну, идейцев там одним травили нас, другим, так сказать. Это логично, заметьте. Да и деньги тогда это были большие, достаточно, по тем временам. Но это одна сранка. Вот, понимаете, в нашем рассказе переплетается вот эта политическая такая, которая у меня кроме изжоги ничего не вызывает. Но с другой стороны есть интереснейшая какая-то природная научная загадка. То есть, в которой мне и пришлось, в общем, как бы ковыряться. Я вот здесь такое небольшое отступление в сторону. Помню себя аспирантом, членом Коммунистической партии Советского Союза. Сижу на 611 аудитории, идет в партийное собрание геологического факультета. Осуждаем мы Зиновьева, профессора философского факультета, который написал такую зияющую высоту. И вот тогда я так сижу, думаю, господи, как хорошо, что все-таки я стал геологом. Мне пришлось мне, вот, вляпался бы я со своим характером вот в какой-нибудь такой. И так же бы сейчас меня кто-нибудь, вот здесь бы это самое. И вот кто бы знал, кто бы знал, что жизнь, мое научное исследование геологически связанное с этой привели меня вот в самое, на самое острие в современных каких-то геополитических вот таких экономических баталий. На самом деле, с точки зрения политической, сказать, что вся эта спекуляция на тему Монреальского протокола есть абсолютный бред сивой кобылы, как бы повежливее сказать, это прямо как в старые времена бюсту Ленина на партсобрании в лицо плюнуть. Сейчас новости. Вот Наташа Христова уже с нами. Мы возвращаемся в эфир с Владимиром Леонидовичем Сывороткиным. Владимир Леонидович, я давно уже понял, что очень многие вещи, которые у нас шли перед распадом Советского Союза и до сих пор, это некоторое сочетание рекламы, лоббирование, особенно если дойдете до каких-то первых лиц, и они просто прикажут, и некоторое количество денег, вброшенных в то, чтобы та или другая отрасль перестала существовать, и как это было, в общем, так оно по большому счету и осталось. Чуть-чуть санкции помогли, но уж как есть. Плюс вторая вещь это то, что есть какие-то вещи понятные. Ну, в Питере комплекс Планета Оград изничтожит Пулковскую обсерваторию, но зато можно продать жилье. Что важнее, там Пулково или то, что три дома можно оцифровать, положить в карман, потом где-нибудь эти деньги пригодятся. Понятно, что какое Пулково. Знаменитая история, к сожалению, кончится, видимо, плохо. Помимо прочего же, масса объектов, которых держалось на Академии наук, на университетских программах, нынче изничтожены, вот сверхглубокая скважина на Кольском полуострове приказала долго жить. А этот объект, и как я понимаю, там все вообще разрушено, на металлолом, что можно вытащено. Как-то использовался в ваших проектах? Или все-таки что-то рядышком? Вот это сверхглубокая? Нет, сама сверхглубокая. Нет, ну, для моего образования, как геолога, вообще ведь смысл, скажем, сверхглубокая, кроме того, что это технологическое достижение, и на сей момент, по-моему, его никто не преодолел, такую глубину времени. На самом деле мы, в смысле, геологи. Сколько там километров было? 12 с копейками. Ну, так, ну, помню. Там ведь что? Есть такая граница Коннорда, геофизическая. У нас все глубокие границы, они геофизические. То есть пропускаются какие-то волны через, ну, сейсмические чаще всего, там, такие-сякие, пятые-десятые. И вот по какие-то там выявляются такие границы, отражения, где границы изменения скоростей, прохождения сейсмических волн. И вот по ней, собственно, выделяются какие-то. Потом делаются, подгоняются некие модели под какие же, все-таки, горные породы. Вот, оказывается, вот тут, наверное, был бы гранитный слой. А вот тут уже какой-то базальтовый слой. Ну, что там, в кавычках, геофизический, базальтовый. И вот границу Коннорда, вернее, вот эту сверхглубокую на Кольском. А Кольский полуостров – это такое ядро платформенное, щит. Самые древние, одни из самых древних пород на планете выходят. Вот на канадском щите, украинский щит есть, вот наш скандинавский, вот тут, балтийский щит. И вот тогда там заложили, чтобы проверить вот вещи, добыть это вещество с границы вот этой Коннорда, между гранитным и базальтовым слой. Потому что по геофизическим параметрам там была резкая, чёткая граница. А когда пробурили, выяснилось, что камни-то одни и те же. То есть никакой границы нет? Никакой. Граница есть геофизическая. А вот вещественной, литологической границы нет. И вот тогда это был такой хороший-хороший удар по мозгам. О том, что многие наши представления о строении больших глубин Земли, ну вот всегда несут большой вот такой какой-то заковык. Объяснение этому феномену нашли? Ну, изменение плотности пород, изменение что-то приводит, то есть такие физические параметры приводят к изменению геофизических параметров. При одном и том же веществе. То есть те же самые граниты гнейсы, которые выходят и на поверхности, вот на глубинах в несколько километров, первые десятки километров, свои физические свойства резко меняют. Вот мы это такое знание получили. Хотя пытались где-то там что-то другое добыть. Вот. Я работаю на Кольском полуострове с точки зрения изучения водорода. Что я там делаю? Ну вот я предложил эту концепцию о том, что водород разрушает озоновый слой, защитил на этом и кандидатскую, и докторскую. То есть эта апробация такая мощная была, самыми разными. Тем более, что в экспертном совете, где утверждали мою докторскую после защиты в Московском университете со счетом 28-0, вот тот самый Академик Голицын все-таки вспомнил наш диспут в Совете Федерации, поэтому я ее еще трижды защищал. Ну, это такое... Ну, я сказал, что Господь ничего зря не делает. Меня с большим, так сказать, пиететом приглашали на повторную защиту в Айейковскую обсерваторию, куда Георгий Сергеевич, так сказать, ее, как работу по физике атмосферы, так сказать, пытался туда вне. Ну, в общем, это была большая интересная история, но, тем не менее, вот в общей сложности четыре защиты, и общее обсуждение было порядка, как я вот хвастаюсь этим, порядка ста докторов самых разных наук. Потому что еще была в геохимическом институте, мне пришлось в Иркутск ехать там. Ну, вот... Наука-то иногда такое ресталище. Каждые полгода докторская защита в течение двух лет. Это был очень такой интересный период в моей жизни. Поэтому вот бойцовское такое состояние было, но мы победили. Да, уже мало кто верил. Но при этом Монреальский протокол остался. Монреальский протокол. Так вот, вернемся к Монреальскому протоколу, сейчас тогда до конца. Есть, есть у нас еще время, у нас еще есть пять минут практически. На данный момент Монреальский протокол подписали все страны мира, почти их 200. И вообще это такой ритуал. Вот образуется какая-то маленькая, на каком-то острове половина, значит, острову кто-то захватил, организовали какое-то свое новое государство. Прежде чем его признают, или как только его признают самостоятельным государством, он сразу становится членом Монреальского вот этого, так сказать, сообщества. Ой, как я влюблю эти ухлоуновские дрязги. Да, у них даже, наверное, холодильник один старый на свалке лежит, может быть, какой-то. Может быть, вообще и нету холодильника. Может быть, это в Гренландии где-нибудь происходит. Может быть, Гренландия сейчас отсоединится. Как только она, да, не отсоединится, станет самым. Она первое, что сделает, подпишет Монреальский протокол. Хотя у них... Это обязательный ритуал не только, значит, глобальное потепление, озоновый слой и палестинское государство. Вот три знаменитые штуки, вон, это прямо вот оно. Вот, 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 да. Хотя в Гренландии там 4 километра собственного льда, ни одного холодильника, но первое, что сделает, когда она дани отсоединится, добьется самостоятельности, она подпишет Монреальский протокол по охране озонового слоя. А как же иначе? Да, вот это... Вот 200 государств подписало, и что это такое? А это контроль за производством, за обменом, продажей, транспортировкой ста химических веществ. Сто! То есть это самые широко используемые в промышленности химические вещества. Молодцы, ребята! Сто! Какая прелесть! С ума сойти! Просто! Вот сейчас они пролетели. Я уже начал, заикнулся о том, что они что обещали? К 2005 году прекращение разрушения озонового слоя. Если мы все, все, что они нам говорят, изымим из производства, изъяли. Изъяли 20 лет назад. Озоновый слой только об этом не знал. Озоновый слой об этом не знал. И, да, а к 2050 году они обещали возвращение концентрации озона к уровню 70-х годов. Ну, то считается такой приемлемый уровень. Ну, озоновый слой, как вы тонко заметили, этого как-то не знает и ведет себя совершенно иначе. Ну, ладно, ребята, вы там в чем-то промахнулись, в каком-то коэффициентике. Но вы, они не угадали вообще направление процесса. Чем больше мы изымаем этих веществ, якобы озоноразрушающих, тем сильнее разрушается озоновый слой. Тренд процесса не тот. А этот вопрос кто-то задает? Я задаю. Ну, я много выступаю. Кто-то отвечает, да, в тот же важный момент. Хорошо, вопрос кто отвечает? Ну, вопрос ректорический, вероятно. Вопрос, вернее, ответ все подразумевают, но слух, кроме меня, его никто не произносит. Вот дело в том, что наша страна, наша страна более всего в этом заинтересована. Потому что озоновый слой на планете сильнее всего разрушается. Ну, кроме Антарктиды, у нас в стране. То есть, разрушение озонового слоя, я бы сказал, это национальная проблема России. Ну, вот, чтобы подтвердить тот факт, что у них все не так получилось, скажем, что в Северном полушарии самое сильное разрушение озонового слоя за всю историю наблюдений, за всю историю наблюдений, было в феврале-марте 2011 года. А к пятому году нам была обещана стабилизация озонового слоя, прекращение этих разрушающих процессов. Вот на тебе, шесть лет назад должно выглядеть, а в 2011 году так оно полыхнуло. Ну, как в старом анекдоте ковбойской лошади, которая, когда ее спросили, почему она не перепрыгнула в Большой каньон, сказала, ну, не шмаглая, не шмаглая, не шмаглая, летя вниз. Ну, вот, как-то так, да. А еще более сильное разрушение озонового слоя было в январе и феврале прошлого года, 16-го. И где? Опять у нас в России, в Сибири. И здесь уже сутошные доходили до 50 с лишним процентов и початка недели. Вот теперь как раз время погоды. Мы продолжаем эфир с Владимиром Леонидовичем Сывороткиным. Но многочисленнейшие за сотню вопросы по поводу Ялоустонского супервулкана, ну, народ любит Ялоустонский заповедник, это отдельный эфир. Я обещаю, что мы про эту тему обязательно поговорим. Гость не в последний раз. Первый, не в последний. Так что не переживайте, друзья. Поэтому, знаете, будем кумкать. Возвращаемся к нашим баранам. Ну, если вопрос переходит к погоде... Спрашивают, да, спрашивают слушатели, разрушение озонового слоя и повышение температуры. Есть какая-то взаимосвязь? Вот как-то вот эта моя научная биография привела к тому, что сначала я вот предложил водородную теорию разрушения озонового слоя, поставив датчик на Кольском полуострове, о котором я заикнулся, но не доскал, зачем я там датчик поставил. Ну, зачем? Потому что и кандидатскую, и докторскую, вот я как бы хватило сил защитить на том, что я нашёл пространственное совпадение между областями разрушения озонового слоя и местами выделения водорода. Как проверочная концепция, вот то, что фальсифицирование, да, или верификация теории, в чём она? Я сказал, что если я прав, то в тех местах, где выделяется водород, момент выделения водорода, вернее, момент разрушения озонового слоя должен сопровождаться усилением выделения водорода. Вот одна из лучших точек для проверки – это Кольский полуостров. Там, ну, по наблюдениям, озоновый слой часто наблюдается, и сам Хибинский массив такой есть, он давно славился тем, что это магматический массив, то есть никакой органики там нет, но там из него выделяется огромное количество метана и водорода. Вот там я и поставил свой датчик, и 26 апреля, Чернобыльский такой день, 2005 года, водородный датчик скакнул, всплеск, а в это время на Мурманской озонометрической станции зафиксировали резкое снижение озона. И в это время пролетал американский спутник, и он тоже засёк эту озоновую аномалию реальную над Кольским полуостровом. То есть я проверил свою концепцию, заведомо сказал, в чём должен смысл проверки, нашёл эти датчики, нашёл деньги, чтобы всё это организовать, там, при помощи друзей из Кольского филиала Академии наук. И до сих пор датчик работает, уже этих совпадений там, оно, так сказать, не одно. Но из теории работает на практике. То есть это уже не гипотеза, это уже теория. Вот я так гордо изъявил, что с апреля 2005 года озоновая водородная гипотеза, уже не гипотеза, а теория разрушения озонового слоя. Ну, а далее ещё можно об этом говорить, но мы обещали перейти к погоде. А потом мне вот пришлось перейти к погоде, потому что начался... Да, ну, может быть, толчком было то, что мне опять пришлось, да, министр, тот же самый Яцкевич, должен был делать доклад на правительстве вот об этой проблеме глобального потепления. И мне пришлось, в общем, меня включили в состав научной группы, которая помогала готовить этот доклад. Вот. Даже по Хасову можно сказать, что я и руководил этой самой группой. И вот тогда пришлось много перелопатить литературу, оценок вот этого потенциала углекислого газа. Ну, все же боялись углекислого газа. И тогда я вывел такую формулу, которая в доклад министра попала, и я после этого много раз и пользуюсь. Вот по тем оценкам, а это был 2001 год, по-моему. Ну, если говорить в целом, вот этот парниковый, что ли, потенциал какой-то, еще он складывается, очень грубо. 80% парникового эффекта приходится на пары воды, то есть на облачные системы. 10% на углекислый газ и 10% на так называемые малые газовые составляющие атмосферы. Что это такое? А это озон, это фреоны, это метан, которого мало, но у него там поглощающая способность вот этого теплового излучения, она в 26 или 30 раз больше, чем у углекислого газа. Итак, 80, 10 и 10. Но среди 10% углекислого газа на роль доли антропогенного приходит только 10%. То есть 1% в целом. 1%. Класс. Теперь мы обращаемся к эпохальному киотскому протоколу. Его задача была напрять все силы мирового сообщества для того, чтобы за 20 лет снизить вот этот озон, вернее, тепловой, так сказать, парниковый эффект на 5%. На 5% от 1%. Какая прелесть. А? А вы там ничего никогда не говорите, я даже не думал. На техническую систему мы, напрягая все силы планеты, должны были воздействовать таким образом, чтобы сдвинуть её на 0,05%. То есть это величина, которую не пощупать, не понюхать, ну, не пинцетом поднять невозможно. То есть это бред сивой кобылы. И вот тогда, когда вот я готовил доклад этого министра, он его, кстати, в тот год его правительство поддержало, Борис Александрович. Ну да. С тех пор я живу с полной убежденностью в абсолютной глупости и надуманности вот этого самого киосского протокола, особенно вдоль антроподизма. То, что главная роль паров воды. Но теперь отвечаем на вопрос. Роль озона вот в этих самых изменениях климата прямая. Время у нас мало, поэтому сейчас вот коротко свою вот эту самую, уже лет 15 над этим работаю. Вот в журнале, который я вам сегодня подарил пространство и время, у меня там в каждом номере есть такая рубрика о погоде на планете. Где, поскольку есть возможность цветные картинки озоновые печатать, где я любые, уже много лет, там этих рубрик собралось, наверное, штук 26, что ли, квартальных. Где вот эти всякие погодные аномалии я сравниваю с картами озонного слоя. Прямое, 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 точнее, обратное. Что в смысле обратное? Вот почему холодно у нас было всё это время. Холодная весна, даже... Ответьте нам, наконец. Повышенное содержание озоновой атмосферы. Всё, что я говорю, дорогие товарищи радиослушатели, каждый из вас может проверять ежесуточно, потому что есть канадский сайт. Ну, мы все патриоты, но в Канаде центр, мировой центр изучения озонового слоя. Поэтому все даже наши российские станции отправляют туда со всего мира. Поэтому есть прекрасный сайт, его можно разыскать и каждый день смотреть. И вы увидите, у меня есть такие корреспонденты, вот через журнал, один товарищ из Калифорнии, наш, бывший, тоже пишет, Владимир Леонидович, прекрасно у нас всё тут совпадает. Так вот, тепло у нас сегодня. Почему, товарищи? Посмотрите на карту озонового слоя. Он разрушен. Кстати говоря, а он разрушен сильно. Минус 15% сейчас над нами. А может, и 20% будет. У нас, они идут на, вот я сегодня смотрел, вчерашний день. Вот, озоновый слой разрушается, над нами тепло. Когда озоновый слой растёт, а он может быть в два раза толще, чем норма приходит, тогда у нас становится холодно. Но на границах, последнее, что я вот сейчас скажу в этом алгоритме, на границах вот этих областей, накрытых разным, положительных и отрезательных озоновых аномалий, происходит так называемое опасное метеорологическое явление. Вот это ледяные дожди и всё вот это вот. Всё остальное в следующих передачах. Огромное спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.